Дорогие друзья, мы рады вас приветствовать на нашей рубрике «Час трендов». С нами пастор Евгений Бахмурский, с вами я, Дмитрий Левин, молодежный служитель Русской Библейской Церкви. И мы с вами пару недель назад говорили о трудностях, которые испытывают молодые семейные пары. Еще сегодня мы продолжим вот эту дискуссию, такой разговор. Осталось еще несколько вопросов с того раза, поэтому... Это здорово. Ну, мы говорим про трудности для того, чтобы помочь им испытать больше радостей. Да, для того, чтобы практически молодые семьи могли вот как-то проходить все вот эти трудности, испытания, которые встречаются в нашей жизни. Ну, вообще, Дима, то есть в христианских семьях тоже трудности есть? Есть, есть. Но мне кажется, у молодых пока что они еще не опытные, пока еще не так много со Христом. У них больше шишек набивается, поэтому мы нуждаемся больше. А вообще получается, знаешь, что у нас с тобой впереди еще большая программа трудности в семье к среднему возраста. Ты подрастешь. 50 плюс? Да, и, конечно, если я доживу, буду до следующего уровня. Но, знаете, друзья, я такую мысль скажу всем. В нашей церкви, когда молодые люди собираются пожениться, у нас, конечно, есть курс добрачного консультирования. Но есть один нюанс, важный нюанс. Мы просим те пары, которые мы будем сочетать в нашей общине, чтобы они разрешили нам, пасторам, которые будут сочетать, прийти к ним в гости в первые пару лет хотя бы пять раз, если мы пожелаем. И обычно, когда молодые люди проходят этот курс добрачного консультирования, им говорят, ну, надо тебе любить свою жену, а тебе нужно быть послушным мужем. И они со всем согласны. Абсолютно. Они говорят, да, конечно, это точно. А потом они начинают вместе жить, и начинается вот уже другая динамика, настоящее отношение. И закладывается фундамент этих отношений. И если вот эти первые пару лет не подкорректировать что-то, не помочь верно, хорошо это заложить все основания, тогда многие проблемы могут стать просто хроническими. Поэтому наш разговор очень хороший. Мы, по сути, помогаем молодым семьям не заболеть хроническими болезнями. Да, да, перспектива на будущее. Да. Чтобы они стали благословением для церкви, а не головной болью пастора. Хорошо. Первый такой вопрос, наверное, вот как раз, если мы говорим о фундаменте. Это совместное чтение Писания, совместная молитва мужа и жены. И вообще, может быть, расскажите, семейное поклонение. Что это такое и как к этому прийти? Думается, что когда семья только началась, то у них чуть больше времени. У них еще нет детей. Они еще только начинают даже, возможно, свою карьеру. И совместное времяпрепровождение, оно естественно. И вот в это совместное время, для того, чтобы оно стало эффективным и действительным, необходимо обязательно интегрировать совместное чтение Писания и молитву. Это может быть и духовная какая-то книга христианская, обсуждение ее. Но регулярно и посвященно. Чтобы эта семья христианская на самом деле была христианской семьей не просто двух индивидуумов христиан, но у которых уже совместная духовная жизнь совершается вместе. То есть семейное поклонение – это не просто какая-то форма, что мы читаем вместе Библию и молимся. А теперь мы вдвоем познаем вместе Христа, помогаем друг другу расти в нашем уподоблении Христу. По сути, мы идем вместе за Христом. Раньше мы шли по отдельности, теперь мы идем вместе. Беда в том, что многие семьи в действительности превращаются, и это все начинается в самом начале, в двух людей, которые верующие, но их духовная жизнь протекает параллельно. Она может пересекаться частично только на воскресном собрании. Но вот вместе в доме своем, где они находятся, они не живут вместе со Христом. Это не то, что они живут как бы морально, или они там как-то пренебрегают со всем друг друга. Они даже, может быть, молятся перед сном вместе, но они, скорее всего, молятся перед едой. Но вот их совместное богопознание, оно уходит в сторону. Несомненно, совместное не означает, что теряется какой-то индивидуальный момент. Он, конечно, не исключается, но уже есть совместный момент, которого не было прежде. И важность такого процесса нельзя просто переоценить. Это просто принципиально нужно. Принципиально нужно. И этот процесс поклонения, он обретает какие-то формы для каждой семьи свои. Может быть, они встречаются вместе раз в неделю, или каждый день даже. По мере увеличения семьи у них будет реже возможности. Но, по крайней мере, в моей семье мы раз в неделю, у нас в среду, сегодня вечером семейное поклонение, когда мы собираемся, читаем вместе Библию, поем и обсуждаем какие-то вопросы во свете Божьей истины. И они это делают. Но как, допустим, я даже в своей семье замечаю, что мы начинаем, вот такое время забиваем, так скажем, его, читаем вместе Библию, молимся, проходит буквально пару месяцев, и вот это все забивается. Вот как дисциплинировать себя в том, чтобы постоянно уделять на это время? Отличный вопрос, Дим. И, знаешь, надо сказать так, что все сбивается, потому что вообще, в принципе, все остальное, возможно, в жизни сбивается. То есть, если у меня нет дисциплины в одном, то у меня не будет дисциплины и в семейном поклонении. Это первое. Второе. Когда мы понимаем ценности, важность, и мы любим, то у нас всегда для этого находится время. Поэтому задача не только на силе воли моей личной дисциплины, но и на моем понимании моей любви. Вот если я люблю свою жену, я хочу, чтобы она познавала Христа, которого я тоже люблю, и которого мы вместе любим, то у нас будет эта точка встречи, где мы будем со Христом встречаться вместе. Это одна сторона. Другая сторона, вот на таких точках встречи, где мы самые интимные, мы же открыты перед Богом полностью, наша близость повышается. Если исключается эта вещь, вот эта, казалось бы, формализованная встреча, то будет теряться близость, глубина наших отношений, и многие вещи будут превращаться просто формальностью. Ну и третий момент. Надо бороться не на то, чтобы соблюсти форму, а бороться на то, чтобы суть была. Поэтому, если условно говорят, мы не могли собраться в среду, я в прошлой неделе, я болел просто сильно. Мы собрались в пятницу. Малой группой, а потом в субботу мы собрались с семьей. И мы все равно имели время для встречи. И вот, в принципе, или, например, я в поездке, меня нету, но мы можем прочитать текст писания и просто телеграммы попереписываться, пообсуждать, помолиться через Zoom. Одним словом, мы боремся не за форму, и, конечно, стабильное время помогает. И надо за него побороться. Но бороться не ради формальной стабильности, а ради сути. Если такой, так скажем, камешек заложен, и мы стабильно с супругой собираемся. Вот сейчас хотелось бы немного поговорить о карасоформе. Нужно ли как-то мужу готовиться к этому времени? Нужно ли брать какую-то конкретную книгу? Как это должно выглядеть примерно? Те, кто начинает, ему очень важно понять. Знаешь, Дим, кажется, сейчас вообще материала достаточно много. То есть, я помню, когда… Может быть, какой-то посоветуй тебе. Да, да. Ну, знаешь, если вы переживаете, не знаете и что, не надо смущаться, вы не должны подражать своему там пастору, что я сейчас должен дать экспозицию на час как минимум, а жена моя должна кать-то тетрадку и записывать. Возьмите просто даже программу, вот есть программа такая популярная «Хлеб наш насущный». Она есть там, «Библейский час» называется, в интернете есть даже. Просто возьмите эту книжку, они бесплатно даже рассылают. Просто прочитайте, прочитайте маленькое слово, вступление. Потом есть вот эти «Милости утра», «Трипа», «Прекрасный». То есть, чтение на кажд… Значит, есть чтение на каждый день. Потом вы, почувствовав прелесть и просто даже овладев немного инструментарием, как это лучше проводить, вы можете уже взять какую-то книгу Библии поизучать вместе. И это здорово. Например, мы были в отпуске нашей семьей, и мы всей семьей изучали книгу «Екклезиаст». Это было просто здорово. Каждый день новая глава и обсуждение, дискуссии, молитвы – это здорово. Сейчас мы с детьми изучаем 1 Иоанна. Просто супер. Все читают, говорят, помогают. И, конечно, моя задача как главы семьи – контекстуализировать применение для нашей семьи. Для жены, для детей. Да, и включая и меня тоже. Хорошо, спасибо. Надеюсь, с этой темой мы так немного разобрались. Вот такой вопрос есть у нас. Почему сегодня много семей, в том числе и молодых, которые не готовы жертвовать всем ради служения? И как вот сохранить баланс? То есть, ну, приведу пример. Допустим, молодой парень трудился много до того, как стал мужем. Был и лидером малой группы, и в молодежи, и везде на расхват. В итоге женился и стал, так скажем, говорить постоянно, что, ну, у меня как бы жена дома, у меня семья, вот это как бы мой главный приоритет. И постепенно служение стали для него не такой важности иметь. Вот что делать в таком случае? Это прекрасный вопрос, Дим. Знаешь, интересно, что это мое наблюдение. И потом я хочу привести пару примеров из Писания. Мое наблюдение такое, что люди, молодые, которые женились, у них больше было возможностей, и на практике получалось у большего количества людей стать духовно зрелыми, чем те, которые молодые, долго не женились. Это первое. Ну, возможно, связано просто со степенью ответственности. Это одна сторона. Другая сторона, мы не можем разделять семейную жизнь и церковную. Это как бы сферы, которые, ну, вот находятся, они отличаются друг от друга. Но это все сфера под контролью и властью Господа. И я не прекращаю быть христианином, когда оказался дома, и я не прекращаю быть семьянином, когда я оказался в церкви. В действительности это все пересекается вместе. В первых характеристиках пресвитера сказано, ну, епископ должен быть такой-такой, хорошо управляющий домом своим. То есть, если у него плохо в семье, он не может быть пресвитером церкви. И в то же самое время, если он пресвитер церкви, значит, он реально заботится о своем доме. Это не две разных сферы, как будто бы на разных полюсах. Это разные сферы, которые в одной системе. В одной системе. Ну, и в-третьих, для христианина он понимает, что все вращается вокруг церкви. В церкви помогает мне, моей семье вырастать в любви и в смирении. И если я дистанцироваться буду все дальше и дальше, это значит, что у меня отношения в семье будут ухудшаться. И признак того, что я дистанцируюсь, вылится в том, что я, может быть, и точно буду меньше служить. То есть, служение – это реакция на мое богопознание. Но, если как бы такая, знаешь, связка получается. Я не могу оценить духовной жизни человека по тому, сколько он служит. Но, скорее всего, если у него сократилось служение без видимых на то причины, и оправдание – это одно семья, значит, у него проблемы в духовной жизни, проблемы к любви, к Божьей невесте, к церкви и со Христом отношения. В действительности я вижу, что те семьи, которые познают Христа и любят друг друга, они также и активны в церкви. Это потому что богопознание всегда ведет к реакции. Я люблю свою жену, и поэтому я что-то делаю для нее. Я люблю своего мужа, и поэтому я определяю послушание и поддержку ему. Если люблю Господа, то моя семья будет служить ему, служить его церкви. Поэтому здесь надо показать, что мы не хотим долбить, выкручивать руки, чтобы ты формально должен столько времени сделать. Но мы хотим просто посмотреть, насколько человек имеет эти отношения со Христом, и как они проявляются. И если я буду постоянно использовать семью как некое оправдание для того, чтобы отойти от взаимодействия с моими братьями и сестрами, помогать им, то я такой плохой месседж посылаю в свою семью, и я скажу смело, моя жена ослабеет, моя семья ослабеет, я сам ослабею. Я не знаю никого духовного сильного, которого пренебрегает церковью. Просто в Библии такого нет понятия. Быть духовно сильным, пренебрегающим церковью. Поэтому если я хочу увидеть успех своей семьи, то моя семья будет укореняться в Божьей церкви. Насажденные в доме Господнем, они плодовитые, сочные, в старости такие плодовитые, сочные. И поэтому быть насажденным в церкви, укорененным в церкви, иначе, что я как бы везде абсолютно участвую. Ну, сомненно, нет. Но это значит, что мы вместе с моей супругой живем церковной жизнью. Мы свое расписание выстраиваем, наши приоритеты построены вокруг церкви. Не потому что церковь – это не организация, это организм, это тело Христа, часть которой мы сами являемся. И Иисус любит церковь больше всего. Если вот ты муж, я муж, мы любим своих жен, мы не то, что относимся плохо с другим женщинам, мы тоже позаботимся о них, но прежде всего о нашей супруге. Для Иисуса церковь – это его самая большая любовь на земле. И если я пренебрегаю церковью Христовой, ее нуждами, болями, говоря, что вот у меня своя семья, то Иисус просто спросит, а разве это не есть моя семья? То есть, главное, вот не разделять. Абсолютно. Это одна система, она показывает прежде всего. Ну, апостол Иоанн в первом послании говорит, ну, как ты можешь любить Бога, которого не видишь? И не любить своего брата, которого видишь? Ну, не может, это просто абсурд. И человек, если говорит, ну, я не могу, потому что мне надо быть в семье, то у меня просто такой большой. А что, жена тоже не любит церковь? А что, они вместе? Я сейчас не говорю о том, что нужно пропадать в церковных застенках, да, стать церковной крысой. Это как бы другая крайность какой-то, трудоголизм какой-то, может быть, там какие-то еще другие причины, может быть, могут быть. Но я говорю о том, что мы просто живем церковью. И если мы в чем-то не участвуем, то не потому, что мы говорим, надо заниматься семьей. У нас нет такого просто парадигмы, а просто потому, что мы занимаемся уже Божьим делом. И вот сегодня Божье дело провести там, не знаю, вечер с женой. Но не ради того, чтобы подальше от этого церковного сообщества, а для того, чтобы наоборот, там, послужить кому-то вместе потом. Чтобы быть ближе, да. Хорошо, спасибо. Вопрос такой вот, сейчас мне пришел на ум, тоже довольно частый. До скольки лет нужно быть в молодежном служении? Вот такое, которое, мне кажется, многих интересует. Ну, как в качестве лидера. В качестве лидера, да. Я думаю, что критерий достаточно простой. До тех пор, пока ты понимаешь молодежь и любишь ее. То есть, вот, понимаешь, есть люди, которые уже им за 60, но они реально любят молодежь. Вот есть книга известная о Вильгельме Буша «Иисус – наша судьба». Он был молодежным пастором большую часть своей жизни. Уже в старости все еще молодежный пастор. Ну, он священнослужитель и так далее, но он понимал молодежь. А есть люди, которым уже 25, ну, пока в мое время такое было, которые уже плохо понимали тех, которым было 15. И поэтому, если ты понимаешь молодежь, ну, и, соответственно, любишь ее, то это твое служение. И здесь нет такой прямо жесткой нормы. Можно иметь и 5, и 6 детей, и все еще быть потрясающим молодежным лидером, который по-настоящему понимает молодежь, любит ее, но и она платит ему взаимностью. А можно быть и просто семейным человеком, у которого даже нет ни одного ребенка, но он просто реально не понимает, что такое клаб-хаус. Он не понимает, что такое переписываться там в Твиттере и так далее. Хорошо. А если, допустим, это не лидер, а просто семейная пара, которая ходила в молодежи, было интересно, весело, а потом пропал интерес. Это здорово. Можно ли дать совет, чтобы они как бы уходили? Супер. Я думаю, что им нужно сделать две вещи. Первое. Ну, очевидно, что им нужно стать больше наставниками. Если уже приходить, то не как просто потребители, а как сотрудники, как соучастники. Это первое. И вообще скажу, что если молодежное служение не помогает людям от наблюдателя прийти к труженику, то это поломка серьезная. Если человек годами ходит в молодежную группу, в молодежное служение, и он не прошел к тому, чтобы стать тружеником, это плохо. Значит, надо перестроить молодежную работу. Поэтому по-хорошему такие люди, став старше, они уже будут наставниками для кого-то. Они будут что-то делать. Но если люди уже чувствуют, что они уже и наставники не очень, потому что уже хуже понимают молодое поколение, надо поискать другое служение, другое место, где они могут присоединиться. Но потом молодежное служение все равно их найдет, потому что Господь им подарит детей, либо они усыновят кого-то, и они снова вернутся в молодежное служение только уже через своих детей. Через несколько лет, да. Хорошо, спасибо. Есть такой немного интимный вопрос. Плохо ли, что после ссоры секс становится решением проблемы, а не Евангелие? Вот такой вопрос пришел. Интересный вопрос. Плохо ли это? Ну, скажем так, что ничего из человеческого не решает реальную проблему там глубоко в сердце. То есть интимные отношения, они могут сгладить какой-то момент, они могут, может быть, понизить уровень напряженности, например, но они не нежат проблему. Ну и вообще интимные отношения – это выражение нашего принятия. Поэтому использовать этот секс как инструмент манипуляции или, скажем так, примирения, а не как печать подтверждения мира, принятия друг друга, то это даже, я бы сказал, в каком смысле деструктивно, это даже в каком смысле унижает сам интимные отношения сами. Ну, в общем, это принципиально не сработает. Это просто как, знаешь, рана, которая у тебя здесь, нам где-то надо ее, грубо говоря, ее перевязать и как-то лекарство наложить, а ты просто замазал там какой-то косметикой. Ты не решил ничего, проблемы. То есть как бы внешне вроде стало не страшно, но реально там глубоко внутри рана осталась. То есть нужно приходить к тому, чтобы обсуждать и избавиться от трудностей? Конечно, да. Здесь тоже, я добавил, что нельзя использовать секс как инструмент манипуляции. Но еще раз подчеркну, что это просто интимное отношение, это выражение нашего принятия и открытости друг к другу, доверия. Но это не инструмент решения проблем. Хорошо, спасибо. Вы что-то сегодня будете делать в старости. Да, да. Вопрос такой. Немного к труду перейдем. Труд касательно мужчины и женщины. Может быть, вот так вкратце расскажете, какой вообще библейский портрет женщины и мужчины в браке касательно труда ради прибыли? То есть поступает вопрос тоже, нужно ли супруге работать. Это хороший вопрос, на самом деле, Дима. Я думаю, что даже можно прям отдельную передачу по ней сделать. Но поэтому время у нас сейчас чуть короче, поэтому я так суммирно скажу. Вот в библейском замысле мы видим, что если использовать такое слово, что мужчина – это мистер внешний, женщина – мистер внутренний. Не в том плане, что женщина привязана к кухонной печке, цепями, а мужчина где-то там к работе. Но в божьем замысле мужчина – это добытчик, который обеспечивает семью, материально защищает ее, оберегает. А женщина, ее вектор направлен в дом, потому что естественным образом она становится матерью. Вот таких как бы вектора. То есть у мужчины вектор внаружу, у женщины вектор вовнутрь. Но Библия не прописывает нас так, чтобы были какие-то жесткие формы. Например, если мы читаем про ту же женщину из притчи 31 главы у нее много вовне есть. Там и корабли, и прочее, прочее. Но точный вектор у нее – это семья. И вот этот фактор я бы сказал, что для женщины приоритет – это ее дом. Для мужчины – это приоритет его работа ради дома. Конечно, вот это такой вот момент. Но могут быть разного рода обстоятельства. Когда, допустим, им надо работать вместе, чтобы, допустим, закрыть там ипотеку. Или получилась такая ситуация, что мужчина заметно меньше зарабатывает, чем женщина. И ее карьера так сложилась очень успешно. И здесь нужно ей будет задать вопрос себе, как я могу сейчас построить свою жизнь, чтобы дом не перестал для меня быть менее значимым приоритетом. И в то же самое время помочь мужу, чтобы он сохранил свою ответственность быть человеком, который обеспечивает семью. Это не значит, что он, возможно, достигнет такого же уровня заработка, как его жена. Но это значит, что он не может спрятаться за спину своей жены и сказать, все, теперь моей ответственности нету, пускай жена занимается. Вот здесь есть нюансы, которые нужно отметить. Поэтому я просто показал принципы. Принцип, самый принцип, который есть. То есть, прежде всего, супруга – это хранительница очага, мужчина – это защитник, добытчик, который обеспечивает свой дом. Ну, а вот, допустим, представим ситуацию, что молодая семья, еще нет детей пока что, и муж как раз и апеллирует на вот этот текст притчи 31 глава, и говорит, ну что ж, жена, надо вот все успевать, давай-ка ты там headhunter, найдешь работу. А жена говорит, ну как бы подумай, много дел, мне нужно все успевать, я не могу. Знаешь, Дим, здесь тоже надо быть достаточно разумным. То есть, в Библии нет того, что у мужчины одна работа внешняя, а у женщины две работы, и внешняя, и домашняя. То есть, нельзя заставлять свою жену работать на двух работах. Это неправильно. Во-вторых, надо отметить, что просто, ну, мы сами по себе люди разные. Я имею в виду, и мужчины разные. Кто-то может работать и не уставать 12 часов, а кто-то отработал свой рабочий день, и все. Кто-то может заниматься интеллектуальным трудом, а кто-то лучше чувствует себя комфортнее физическим трудом. Также женщины. Кто-то может апеллировать 10 детьми, на двух работах числиться и все успевать, а кто-то только день начался, она поработала с детьми своими, уже ничего не может совсем. Ну, и там еще стадии жизни тоже есть, когда есть дети, когда нет детей и прочее. Поэтому здесь нельзя быть таким, ну, прямо категорично жестким. А просто самое главное – это мотивация. И как бы сохраняем ли мы библейские приоритеты. Поэтому мотивация – почему муж хочет отправить свою жену на работу? И почему жена хочет остаться? Ну, потому что, допустим, если она одна и без детей, оставаться дома – это может быть плохо. Апостол Павел, помнишь, даже говорит, а тем, которые вот ходят везде, соблазняют друг друга, смущают, говорим, что выходили замуж, рождали детей, не принесалось Слово Божие. То есть, другими словами, чтобы она была занята реальными работой, а не просто какими-то пустыми вещами. Поэтому, если надо посмотреть, почему я хочу и что мною движет. Да, если я поэтому хочу показать еще раз, правильные вектора, правильные приоритеты. А уже форма реализации будет зависеть от контекста людей, от даже их индивидуальности какой-то. Ну, вот все же мужьям не нужно давить, нужно больше так уступить, если жена противится. Знаешь, здесь такой момент есть. Может быть, даже плохой мотив может быть у жены. И вот что делать мужу? Вот это хороший момент, знаешь. Ну, такое слово скажу, это как бы лайфхак для мужей. И лайфхак для жен. Вот жена не изменит своего мужа. Просто вот она может поддержать, но только Бог может изменить его. А вот мужчина повлияет на женщину сильнее, чем даже это сознает. Жена слава мужа, говорит в Писании. И как можно? Я могу ее прекрасно сделать красивой, как Христос делает прекрасной и красивой церковь, когда заботится и любит ее. Либо я могу ее деформировать своей агрессией, своей пассивностью, своим каким-то давлением. И вот вопрос, который важный. Я хочу добиться реализации или я хочу, чтобы она выросла? Я хочу, чтобы она чувствовала, что она цветет и процветает, развивается? Или просто я посадил ее в какую-то клетку или поставил какую-то стойлу и пытаюсь ее гнать куда-то? Я хочу, чтобы это была подруга жизни или просто была домработница? И да, женщина может быть даже сильнее, чем личность, чем муж. Это тоже такая, это еще одна грань такая, может быть отчасти иная тема. Но вопрос в том, что насильно имел не будешь. Это не действие любви. Вот если ты видишь, что жена чего-то не понимает сейчас, это не вопрос интеллекта, это вопрос, может быть, сердца, то прояви любовь, заботу, терпение, долготерпение. Но не надо творить вот такую, проламывать, переламывать. Ну, как некоторые говорят, надо ломать через колено. Это не Христова любовь. Христос, он льна курящего себя не угасил, и трость он ломленный не переломил. Жена должна почувствовать, что ее любят, ее ценят, ей дрожат. Да, она может быть не права, и даже не может быть греховная мотивация. Да, помогая ей познавать больше Бога, познавать его замысел, чтобы она в конечном итоге добровольно, по причине благодарности и любви к Богу, начала действовать. И даже если она пошла на работу, по причине того, что просто теперь она видит, что есть нужда, надо поддержать своего мужа такая ситуация. А не потому, что муж сказал, что ты должна, ты обязана, жена быть послушна мужу. Это ненормально. Ну вот продолжая тему работы, прибыли, есть такие последние у нас два вопроса на сегодня. Как мудро планировать бюджет и откладывать деньги? Может быть, какие-то такие тоже дадите, практические шаги. Хороший совет. Тоже можно долго говорить. Да, коротко я бы сказал так, что надо жить, ну первый принцип, жить на меньшую сумму, чем зарабатываете. Это первое. Второе. Разумно всегда решить для себя. 10% мы отдаем на Богу, на церковь. Ну, понятно, что действительно у каждого понятия – это условное понятие, но вот разумно, когда мы 10% посвящаем. 10% разумно оставлять такой на некий прозапасный инзе. То есть, кто-то скажет, на 10% инвестировать еще куда-то или помогать просто нуждающимся. Но в целом, если вы как семья будете жить, использовать в месяце для себя 70% того, чтобы зарабатывать, это хорошо. Вот это, наверное, первый момент. Второй момент. Особенно на начальном этапе очень полезно бюджетирование. Может быть, даже не у всех есть опыт в этом и даже понимание. Особенно люди часто жили с родителями, потом они оказались в одной семье. Они не вполне понимают уровень расходов и вообще все, как происходит. Поэтому хорошо иметь бюджет, чтобы оценивать, что получается, и чтобы видеть лучше картину. Вот касательно сейчас немного углубимся инвестирования. Сейчас в тренде, я так слышу, даже в нашей церкви инвестировать в какие-то акции, какие-то фонды. Вообще нормально ли это? И я даже встречаю уже семьи, которые там, не знаю, жена недовольна тем, что муж постоянно в акциях сидит, следит. Это хороший вопрос. Опять же, понимаешь, это вообще классный вопрос. Но само по себе инвестирование – это нормально. То есть, это не греховно. Вот даже у меня экономическое образование есть. Я могу сказать, что смело это вполне законный инструмент. Это первое. Второе. Существуют разные формы инвестиций. Совершенно. Даже когда просто человек кладет деньги в банк на депозит, это уже инвестиция определенная. И вот если люди же движимы, жаждой наживы легких денег, если они некомпетентны, не понимают, но думают, я сейчас куплю и продам, такой, знаешь, спекулятивный, наивный эффект, то, скорее всего, они потеряют. Потому что, ну, на то и есть профессиональные брокеры, инвесторы, которые даже, ну, за это берут определенную плату, потому что они, ну, понимают, они умеют. Поэтому я бы так сказал, если вы уже собрались инвестировать, и вы не являетесь профессионалом в этой сфере, ну, доверьтесь специалистам. Откажитесь от каких-то баснословных, как вам кажется, заработков. Это все наивность на самом деле. Просто доверьтесь тем, которые могут заработать. И если вы заплатите им за услуги, ну, так это любая работа требует оплаты. Но не стоит вот так, знаешь, жить такой наивностью. Вот что происходит на самом деле? Люди, которые не владеют ситуацией, которые неопытные, которые ведутся на вот такого рода какие-то иллюзии, миражи, такого быстрого успеха, быстрого заработка. Вот это важно сказать, нету быстрого заработка, кроме плохого варианта. Вот это просто, это вот эти все истории разные, там, купил билет, заработал. То, знаете, Бог по своей милости не будет давать вам таких быстрых заработков, чтобы мы чувствовали ответственность зарабатывать и ответственность разумно расходовать. Потому что легкие деньги не приводят к пользе. Достаточно известно, что подавляющее большинство людей, которые заработали на этих лотерейных билетах, они растратили все, что получили и оказались в более худших состояниях, чем они были прежде, потому что это развратило их. Поэтому Бог запутится на нас, Он не дает нам просто так легко. Поэтому надо оставить такую идею. Я легко разбогатею. Это просто глупо. И второй момент, любое дело, оно требует понимания. Если я не понимаю, так, ну, надо, как я сказал, доверить с профессионалом. Иначе я потрачу кучу времени, потрачу все деньги и даже больше, чем думал, и все. Это будет вред для семьи, для меня, для моего характера. Ну, и это, слава Богу, не принесет никакое. Если же я хочу проинвестировать, чтобы сохранить какой-то небольшой свой доход, ну, и, может, или что-то получаю, чтобы еще больше было потом из чего уделять нуждающимся, как учит Писание, ну, Господь благословит и поможет. Но это, у меня мотивация будет другая. Вот очень важно проверять свои мотивы, что мною движет. Хорошо, пастор Евгений, спасибо вам большое. Ну, заканчивая вот эту тему молодых семей, да, может, дадите какие-то пожелания нашим молодым семьям, нашей церкви и церкви всей России. Спасибо. Благослови себе Господь, дорогие семьи, это просто здорово, что вы есть друг у друга, что Бог вас подарил друг другу. И помните, что успех семьи – это знать больше Бога. Счастье семьи – это знать Иисуса. Главная цель семьи – это прославить Бога. Мы вступили на Божью территорию, когда поженились. Это не наш брак, это его брак. И когда вы живете для Бога, ради Него, тогда вы испытываете настоящее удовлетворение и наслаждение. И вы испытываете семейное счастье. Вы сами его не построите вне Бога, своими усилиями. Это просто первое важное, что помните. И второе – семья, она для Бога, значит, станьте инструментом для Божьей работы. Пусть вы будете благословением. Ну и в-третьих, наслаждайтесь временем друг другом. Друг другом наслаждайтесь. Планируйте свое расписание, чтобы было время для всего нужного. И не тратьте время на пустые ссоры. Решайте как можно быстрее. Ищите помощи. И прежде всего старайтесь стать благословением для вашего окружения. Чтобы не были вы в центре всего. Чтобы в центре вашего внимания и фокуса был Господь и другие люди. Тогда я могу сказать смело, Писание это говорит, вы будете испытывать радость жизни. Благослови себя Господь. Спасибо за такие мудрые библейские ответы. Друзья, мы с вами увидимся через неделю. Смотрите «Час трендов». Всем пока.